Так, всем привет! Очередная дуэлька в пятую целую. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Канал Лёша играет. Не я создаю. Перестрелка карта. Я смотрю настройки, что холмы, реки. Ресурсы сбалансированы, понятно. Без руин, без варваров, без шпионажа и без гэгэшек. Это важно. Это важно знать. Ну и уровень сложности принципа в данном случае это ни на что не влияет. Тупо потому что, так как нету никаких компьютерных соперников, то и на что это может повлиять? Ни руинок не влияет, ни гэгэшек, то есть захватывать нету силы юнитов не влияет. Ой, Бразилия мне выпала. Чё-то грустненько. Ну, за Бразилию, конечно, можно попробовать туризмом победить. Но я чё-то очень сильно сейчас давайте глянем, что там у него. А, ну, Сирия. Ну, в принципе, это можно играть. Главное, чтобы он не особо близко был. Так, ладно, выключаю. Включаю. Ну, вообще, старт с солью. Надо решить только, куда ставить город. Можно попробовать к горе, но будем ли мы через традицию играть? Реки, реки. Ну, вообще, мне тут нравится место. Олень, соль, производство какое-то есть. Ладно, давайте сюда поставлю. Ушёл от этого, но если мы через волю будем играть, то и не особо важно. Так, соперник у нас слева где-то. Окей. Так, пожалуй, тут со скаутов начнём. Так, ещё раз напоминаю. Я одного скаута, так как тут нету ни... Ну, короче, ничего нету, грубо говоря. Мне кажется, одного скаута достаточно будет. Так, а давайте глянем, где он поставил. Ага, у него похуже. У него нету 2.1 клетки. Давайте я тут вокруг поисследую. Гратути. Вообще, он тут стоит в защиту. Я просто его обхожу. Смысл. Так, мне майнинг точно нужен. И, пожалуй... Не, ну тут... Не, давайте, наверное, так. Всё равно я построю монументик. Так, где его... Вообще, он далековато. Знаете, что важно найти? Важно найти чудеса. Природа, я имею в виду. Чё-то пока не видать. Блин, может... Реально в традицию поиграть? Что-то я не вижу его границ. Ага, вот они. Ну, вообще... Далековато, конечно. Все эти, что такое? Что это вот это вот? Ладно. Боля. Чё-то... Нормально тут, в принципе, можно понападать. Что это вот это? Вы видели такое? Пять овец. Вау. Просто вау. Так, наверное, давайте амбар. Я, наверное, прыгну, чтобы увидеть Ашур. Пускай он меня обстреливает, если хочет. Он не захотел почему-то. Так, вверх пойду, а тут и следую дуболомом. Ну, так пойду, наверное. Так, пока ничего не понятно. Я думаю, что он в традицию пойдет почему-то, мне кажется. Ладно, давайте я тут сверху все-таки посмотрю скаутом, а тут уже дуболомом снизу. Так, по идее, если он шел в традицию, то он уже должен принять. Тоже воля. Отлично. Отлично. Это будет интересно. Так, вот теперь мне, конечно, страшно. Тут у него дуболом ходит. Где-то. Ну и, возможно, скаут прискачет какой-нибудь. А, вообще, давайте глянем. Ну да, у него должен быть скаут. Блин, может юнит? Давайте какой-нибудь юнит. Давайте дуболомы просто сделаю пока. Просто ради защиты. Ага, вот его скаут. Смотрите, снизу просто какие-то странные набор овец. Так, что я хочу. Ну, предположим, лучников Артемиду. Так, у него производства побольше. Ну, вот такое. Что оттуда уже? А, тут не пройти. Ясно. Тогда будем сюда прыгать обратно. Так, защищаем, строим. Ну, давайте, светилище уже. Блин, только я не очень понимаю, какой мне пантеон брать. Блин, а где чудеса вообще? Главное, где-то тут вот у меня рядом чудеса есть. А я не знаю. О! Килиманджаро. Блин, скорее всего, это его будет. Или пойдем... Ну, ладно, пойдем, наверное, лошадей обрабатывать. Так, два, два. Все верно. Сразу, где его дуболом тут делся? А где-то у себя бегает, что ли? Так, наверное, пошли в календарь. А вот... О! Так, ну, Кайласу я точно пойду ставить город. Значит, что можно взять пантеон на плюс четыре от чудес. И это реально тут очень здорово получается тогда. Сейчас тут надо разведать. Когда у нас там бесплатный посел? Не хочу пока... Или начать уже строить. Блин, четыре хода. Ладно, давайте амбар. Я бы до четырех вырос тут сначала. Еще, блядь, что-то ковец везде насыпало. Еще овцы тут немерено просто. Интересная карта. Что-то тут мне осталось посмотреть, чтобы... ...уверенно себя чувствовать на карте и понимать, где что находится. Ну, вот там шоколад, который ни в чем не виноват. Интересно, он раньше меня светилище построил. К сожалению, он, скорее всего, может прийти и разграбить мне сольку мою. Блин, как неудачно появился посел. Так, игра предлагает мне тут поставить. Несомненно, я тут поставлю когда-нибудь. Сначала мне надо кайласу поставить. Блин, знаете, что я, наверное, здесь поставлю. А кайласу раз, два, три. Получается, вот сюда надо. Или прям... Не, мне кажется, сюда. Так, значит, плюс четыре от чудес берем. Хотя, конечно, еще пастбище просятся с таким количеством вес, но они очень не скоро будут работать. Считайте, мы культуру потом с этих возьмем. Спагат там всяких, вот это вот все. Давайте колясочки. Так, ну тут надо возвращаться и защищать рабочего. Вот это вот все. Соль саму. Ага, он убежал. Так, я решил сюда ставить, да? Найти еще раз под. Ну, мне кажется, нормально. Так, вот сюда. Я сюда поставлю и сюда поставлю. Или попробовать вообще Килиманджаро еще бахнуть. Знаете, в чем мы тут Килиманджаро сходим? Ну, дуболомом. Знаете, я вырублю тут лес. Чтобы быстрее присоединилось. Он построил пирамиды. Да, это важная штука. Это важная штука. Ну, наверное, еще Сеттлера, я думаю. Что, мы тут не будем останавливаться? В расселении. Он решил, что я куда-то дальше пойду. Все, минус скаут. Так, игра вообще предлагает тут. Идея в том, чтобы города в трех клетках друг от друга стояли, чтобы мы не сильно много тратились на дороге. Все-таки я, наверное, сюда поставлю. Так, ну мне, получается, надо сюда идти, попробовать не дать им около Килиманджаро ничего поставить. А, фак. Черт, нет, чтобы по одной клетке ходить. Так, а что ты вот тут делаешь? Паренек. Да. Вот это зря я сделал. Я что-то не ожидал... Ну, по одной клетке надо было ходить. Я что-то не ожидал, что там кто-то будет. Знаете, что давайте тут для производства переключу. Потому что у нас тут везде сейчас... Ну, ноль будет по счастью. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Есть у нас проблемки. Сан-Паула не будет. Блин. Так, пойдем-ка мы прям сразу в рынке. Так, раз, три я бы вот сюда поставил рядом с мрамором. Ну, конечно, внизу прикольно, но тут ресурс, который у меня и так уже будет, а мрамора у меня еще нет. Ну, и к тому же, я могу без защиты везти там очень вряд ли будут юниты чувачка. Блин, ну и что построить караван? Нету смысла некуда отправлять рабочего, наверное. Так, давайте этим тут стоять, а этим куда-нибудь пойдем снизу контролировать, если там куда-то побежит его скаут. Так, шесть ходов. Семь ходов. Я думаю, тут быстрее добавится, потому что сейчас монументы достроятся. 25 золота у парня. У меня, кстати, ресов на золото. Ну, вообще, шелк будет как раз на золото с другой стороны. Да, вот тут что-то я тупанул, я забыл, что у нас тут денег практически нету и ниоткуда взять. Я их никак не выкуплю, эти клетки. А это счастье, ну, то есть, есть проблемка. Так, однако, один ход, так что вот эту клетку мы сейчас начнем обрабатывать. Причем надо будет на деньги переключиться, очевидно. Еще где-нибудь у нас деньги могут быть? Нет. Блин. Ну, четыре хода придется подождать. Еще рабочий. Это я все, понимаете, я столько трачу на содержание, получается. Наверное, Стоунхендж давайте попробуем. Может, тут и Артемида лучше была бы. Фиг знает вообще. Не знаю, может, дорогу... Ну, блин, вообще бессмысленно дорогу тут везти. Вот так просто буду стоять. Видите, какой минус идет. У него минус один всего лишь. Так, сколько ходов? Четыре хода. Ну, три считайте. Через три хода можно будет поставить город. Не мрут. Три, два, один. У нас 4, один, один. Ну, то есть у меня, по идее... О, у него уже побольше. Да... Не ставлю, потому что будет минус четыре, по счастью. Это минус ко всем ресам. Еще бессмысленно. Так мне и овец бессмысленно сейчас обрабатывать. Блин, Сан-Пауло сам Шрипаду фиг знает, когда присоединит. А у него, блин, культурка капает. Ну, пока по воле одинаково идем. У него еще плюс пирамиды, вообще-то. Блин, мне точно... Ну, мне точно деньги нужны, но вот... Гелик, не знаю. Еще содержание. Видите, еще один рабочий, еще больше содержания. Да... Так, ставим город. Это снизит содержание, кстати. Блин, я, конечно... Вот с этим чудом это очень важно, что у меня сейчас не будет... Долго религии, потому что пагоды мне бы дало... О, Рио-де-Жанейро внезапно выросло. Черт. Это вот я немножко... Так, давайте ему еще отключим рост. Так, этот идет... Наверное, на шоколад. На какао. Этот идет на мрамор. Ко он дойдет, я думаю, мы... Это все уже присоединится. Да. Сан-Паулу надо было... Ну, ставить так, чтобы сразу можно было обрабатывать эту хрень. Черт. Ошибка. У него вон города растут 3, 3, 2, 1. А у меня 5, 1, 1, 1. То есть, 6, 7, 8. А у него 9, считай, уже рост. Но у него одно счастье осталось, то... Так, почему Сальвадор хочет присоединить соль, а не какао? Вот хотя бы Бразилия то, что надо, хочет присоединить. Так, давайте мы по пути, наверное, пообрабатываем овец, пока там не присоединится. Да, без денег что-то сложно. Я забыл, что у нас тут денег нету нифига. Так, он гелик строит, что тоже логично, потому что это дает деньги. А мне бы религия давала деньги, понимаете? На которую я забил немного. Так, еще сейчас содержание амбаров будет. Что еще? Потому что все требует содержания, а денег нету. Так, подождите, в Сальвадоре. Давайте-ка мы вот эту клетку передадим столице. Я совершенно забыл, потратил кучу ходов, видите, и не обрабатывал денег, которые мне минус 3, вообще-то, дают на минуточку. Мне надо все на золото обрабатывать. То есть, в принципе, мне и соль важна, но какао больше важно, потому что оно бы мне рост дало. Так, пока 5 ходов. Можно пообрабатывать овечек. Блин, ну почему он это тут... Присоединяет. О, 7 ходов, это присоединится. Это хорошо. Так, ну я бы здесь стоял, мне пока нечего обрабатывать на самом деле. Давайте везде святилище. Может, мы таким образом быстрее религию примем. Ну вот это фейл со шрипадой, несомненно. Так, один ход. Тогда давайте... Давайте сразу сюда перейдем, чтобы начать мрамор обрабатывать. Здесь 6 ходов. Блин, к нему есть на что расти. Да, ну и гелик. Гелик будет ему давать 100 монет... Не, 67 монет за каждого великого человека использованного. Плюс счастье городов на реках. А, вот он какой хитрюк. Он себе сделал карту специально под свою стратегию игры, понимаете? Он же специально реки выставил, вы видели, я думаю. Вначале ясно. Очень интересно. Очень интересно, молодец. А, понятно, черт. Вот зачем мне надо было... Ну ладно, все равно поборемся еще. Посмотрим, как у него дальше пойдет. Какие у него вообще рессы? Гемс, какао. Ну и шелк, очевидно, потому... Шелк не показывает, потому что он у меня есть. Так, ну давайте храм Артемиды. Ну, в данном случае, конечно, это не те чудеса, которые мне нужны. Гелик был бы круче. Несомненно. Минус 7 у него пошло. Да, вот это важно, чтобы добавить. Ладно, я просто поставлю на сон. Я просто строю светилище и уменьшаю... Кстати, а караваны, по-моему, не требуют содержания. Давайте. Постой. Строю здания, которые требуют содержания. И, соответственно, отдаляю открытие каменной кладки. Опять, видите, пять ходов. В прошлый ход было пять ходов. Опять пять ходов. Им не строить нечего. Вот ты прям строй скаута и удаляй его, понимаете? Я не знаю, надо подумать. Так, сколько ходов? Два. Так, ну давайте, наверное, здесь шахту. Я просто сменю пока поставлю светилище, чтобы амбар не достраивался. Он мне тут не нужен. Хитрюга. Ну, хитрюга, чувак. Просто поставил себе карту под свой стиль игры. А я-то вот тут появляюсь и непонятно, что делать. Блин, на самом деле, надо было в традицию играть. Я вот сейчас понимаю. Он все равно нападать не может. У него тут еще так же проблемы с деньгами. Он не будет делать армию. Так, переключаю сюда просто ради денег, а не ради роста. Вот это вопрос, потому что меритократия даст счастье, но от соединенных дорог. То есть мне дороги надо будет строить, а у меня денег на это нет. Наверное, давайте репрезентейшн все-таки сначала. Что у него с развитием? Он должен, по идее, меня обгонять по культуре, потому что построил гелик. Так, о, наконец-то 11 ходов вроде должен добавить чудо. Так, и 2 хода до мрамора. До возможности обработки мрамора. Один ход, отлично. Так, скаут построили. Удаляем его. Получаем 4 монеты. А где он по техам у нас? Давайте глянем. 84, 84. Охоту открыл. Но мне охота не особо нужна. У меня только вот один олень. Два хода. Мы тратим 16 производства, получаем 4 деньги. Ну, видимо, так нам придется делать. Вот вопрос, я не знаю, сколько другие юниты стоят. Но это, конечно, извращение в некотором смысле. Так, все. Пускай вырастет этот город. 100% Сан-Пауло пускай вырастет. Рио. Бразилия не вырастает, потому что тут надо на деньгах стоять. Ну, и Рио хай тогда вырастет. Так, дальше идем в рынок. Так, у него минус 7. У меня минус 2, но это с золотым... Ну, минус 2. Сейчас я удаляю скаута, правда. Такой херней мы занимаемся. Короче. 8 ходов до присоединения. Тут давайте на производство все-таки переключу. Пока не растем. Ну, деньги важно открыть у нас. 84, 74. Он в классическую эру не вышел. У него тоже там с наукой не очень. Прискакал все-таки скаутом. Но он, по идее... Тут вопрос, видит он моего рабочего или нет, честно говоря. Так, давайте опять же заменим... Не, хотя здесь надо амбар достроить. Слушайте, надо начинать, наверное, дороги делать. Блин, с другой стороны. 5, 2. По-моему, вот эта дорога должна окупаться. То есть она 3 будет стоить и 3 давать. По-моему, так. Да, блин. По-скаку. Ну, хорошо, кстати, что не к моему этому. Меня это очень устраивает. Давайте попробуем его где-нибудь тут словить. Наверное, только вот этим дуболомом. Я вот этим не помню, будет ли стоить... Давайте посмотрим содержание юнитов 6. Будет ли караван содержание давать. Нет, не будет. Так, все города любят короля. Ну, ладно, бегает там. Фиг с ним тогда. Давайте, наверное, вот тут вырублю лес. В Сальвадоре продолжим на рабочих. Ой, не рабочих, этих скаутов делать и продавать. Отправлю... Вообще, я бы, наверное, из... Конечно, в Сан-Паулу надо отправлять. Потому что у меня тут будет стоять на Шерипаде. Постоянно. Так, ну а здесь вот эту вот фигню со скаутами творим. Я не знаю, как еще по-другому делать, чтобы деньги получать. I have no idea вообще. Потому что атаковать здесь его невозможно. Он растет 3, 4, 4, 5. Интересно. Так, а он что, закрыл? Стоп, а откуда у него деньги сейчас появились? Ну, то есть, это не так, как я продаю там потихоньку. А у него до хрена там появилось денег. То есть, я мог подумать, что он великого человека использовал. Но какого? Он не мог набить уже великого человека. А-а-а! Понял. Да. Точно. Он не достроил, ему дали денег. Так. Куда он вышел? 74. А, он вышел... Сюда. Наверное, ради счастья. Так, продолжаем. Так, Бразилия надо, чтобы выросла. Короче, вот эти надо, чтобы выросли. Этот не надо, чтобы рос. Давайте. Так, avoid grow. Только нам надо все-таки деньги обрабатывать постоянно. В Сальвадоре деньги обрабатываются. Сан-Паулу. Три хода. В общем, у меня уже должен пророк появляться. Так, и в итоге... Три мы тратим. Да, и три получаем. То есть, вот эта дорога, считайте, бесплатная. Пускай будет. Сейчас города будут расти, она все больше и больше будет давать выхлопа. Норм. Такой фигней занимаются этими скаутами. Ну, просто... А что, по-другому никак получается. Так, и мне уже должен появляться пророк, вообще-то. Где мой пророк? Ну, кстати, вот тут тоже можно соединить. Это тоже будет нормально работать, дорога. Поехали. Так, отменяем рост везде. Сан-Паулу. Один ход, отлично. Так, тоже. Рост. Скаут. Скаут. Рост отменен. Он, кстати, уже пятый город поставил. Фига у него там счастье. Блин, а давайте я тут лучше дорогу буду, наверное, строить. Нам эти овечки пока не нужны. Еее. Так. Где мой пророк, блин? 152 уже. Блин, и скорее бы уже рынки. Так, тут выключен рост, выключен. А, подождите, у меня два счастья. А, я Шрипаду присоединил. Так. Хочу ли я, чтобы Рио-де-Жанейро выросло? Или все-таки вот эти города? Ладно, давайте Рио-де-Жанейро точно один вырастет. И Бразилия давайте до трех. Так нормально отстаю. Ну, кстати, Либерти он все еще не закрыл. Блин, может мне вообще великого торговца взять внезапно за закрытие воли? Те, ну, ученые все равно... Понимаете, наука это те же самые деньги, грубо говоря. Потому что они капают... Если минус по деньгам, то начнется... То забирается с науки. Это, мне кажется, ученые все-таки круче. Блин, а он... Вообще, что он делает, если все в городах армии? Он, естественно, не строит. Блин, 171 вера. Где пророк? Ну, что это за приколы? Нет, тут давайте пускай нарост все-таки я хочу, чтобы выросло. Так, а тут выключено, да? Главное, пророк стоит 131 веру, но на самом деле уберется вся вера, когда накопленная, когда он появится. Это, конечно, жопка маленькая. А, ну я деньги... Я возьму на деньги от обращенных этих, пагоды. Блин, у него 5 городов, а у меня 4. Я не вижу, где мне еще... Наконец-то. Так, в Бразилии у нас будет иудей. Тут мы берем плюс 100. Ну, на самом деле 67. Кстати, а там 100, по-моему, дается этому. Так, 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 пагоды. Так, у меня наконец-то появились деньги. Другое дело... Ну, давайте рабочих. Блин, вот это очень дорого стоит просто. Не знаю, может, посело. Давайте, наверное, посело здесь сделаю на будущее. Наверное, соединю тоже. Ради репрезентации сейчас у нас будет счастья куча. Не куча. Короче, посело я вовремя строю. Делаем сюда дорогу. Сюда. Так делаем. Ну, я хочу куда-то сюда ставить город. Ну, все-таки, наверное, ученого. Блин, или я могу пророка укрепить религию. Блин, может, реально лучше пророку укрепить религию. И, собственно, туризму попытаться выиграть. Мы берем мечети. А здесь мы берем реликварий. Или, может, чтобы быстрее распространялось. Какие у меня могут быть великие люди накапливаться? Ну, там инженер будет. Просто реликварий, типа, быстрее пагоды и мечети покупаются. Давайте на реликварий все-таки. Так, один ход до... Мне просто нечего строить другого. Понимаете? Я поэтому и занимаюсь вот этой фигней. Так. Ладно, начну у рабочего, но как только мы откроем рынки, мы, естественно, их будем строить. Так, рынок. 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 Гильдии, кстати, прикольно в плане Мачу-Пикчу. Это все еще деньги. Кстати, а он открыл? А он библиотеки открыл. Знаете что, наверное, давайте библиотеки откроем. То есть, это тоже наука, которая капает, превращается в деньги в итоге. Так, стоп, у меня четыре... А, ну да. Так, значит, тут сохраняем сначала на пагоды, потом на мечети. Бразилия выросла. Да, так, оставляем. Запрещаем рост, запрещаем рост. Блин, мне еще эти нужны. Арены. Давайте, наверное, так, так, и потом только. Блин, и цирк... Блин. Потому что это все счастье. Игра предлагает сюда ставить. Ну, в принципе... После рынков мы строим библиотеки везде. Игра предлагает сюда. Так, а лошади у меня только у одного города, да? То есть, цирк я только в Сальвадоре смогу построить. Что-то отстаем. Ну... Так, он открыл еще и констракшн. Ну, это арены явно. Сколько у нас стоит пагоды? Сальвадоре. Но вот явно он нацелен на счастье, что логично, конечно. Так, есть Пагода, есть город, монументик. Так, я могу какой-то сейчас один город вырастить. Подумаю, наверное, Сальвадор. Хочу сейчас о рынке, вот в Сальвадоре не библиотеку будем, а... Стоп, а почему здесь... А почему цирк? Странно, конечно, почему-то цирк тут строится. Ну ладно, тут мы все равно сначала рынок тогда, потом цирк, потом библиотеку. Лошади вообще к Сальвадору относятся. Но, видимо, изначально они присоединились к Рио-де-Жанейро, поэтому... Вот так. Вообще, давайте дадим и Рио-де-Жанейро вырасти. Потому что от этого зависит связь дорог, мы больше получаем денег. Теперь на мечеть. Пока... Вообще, с другой стороны, конечно, я еще... Ну, мне бы миссионером распространить религию, потому что он мне это деньги даст. Но пока... Есть... Есть деньги. Поэтому терпим. Так, вроде Рио-де-Жанейро надо будет потом обрабатывать. Тут вот клетки, которые, типа, вообще ничего не дают. Давайте я тут похожу, поищу, может, его скаут где-то тут бегает, чтобы мне не бояться. Тут я ставлю это счастье на форталезу, пускай вырастет. Так, плюс четыре, как видите. Тринадцать мы тратим на содержание дорог. А, и тринадцать от дорог. Пока, короче, только тупо в ноль вышли. Давайте проверим, что тут нигде цирки. Ну, арены вообще-то стоило бы построить, конечно. Да. Грусть-печаль. Конечно. Ну, я надеюсь, с пагодами и мечетями как-то это, ну, с религией. Слушайте, а может, все-таки миссионера? То есть, чтобы быстрее моя религия распространялась сама по себе. Давайте, наверное, миссионера купим сначала. Понятно. Миссионер об Успена. Вот понимаете, Колизей здесь немножко бессмысленно строить. То есть он увеличивает счастье, вот как работают здания на счастье, например, вот тут. Он дает плюс одно счастье, но не глобально, а в этом городе. Нет, ну вообще хватает, тут плюс один, плюс два, то есть три жителя и три счастья получается, так? Вроде должно нормально быть. Так, он в средневековье вышел. Двести, все-таки в Чечене, блин. Ну, походу, Чеченица его. Правда... Что это он тут строит? Так, а что это может быть? Ну, висящие сады вряд ли. Хм... Честно говоря, не очень понятно. Так, а откуда у меня два счастья появилось? У меня вырос в форталезе. Так, а откуда реально у меня два счастья? Ладно, пускай Сан-Пауло вырастет. И, наверное... Да ладно, пускай Сальвадор будет минус один, нормально. Не расстроюсь. А, вот он где. Стоит все-таки здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, лесопилки здесь надо. Не, я все-таки попробую в Рио-де-Жанейро Мачу-Пикчу построить. У меня тут есть что подрубить. Как раз три хода ровненько. Нет, давайте-ка мы тут арены будем строить, а не рабочих. Потому что мне нечего пока обрабатывать. А вот счастье мне надо. Так, теперь пока ничего не ставим, я на пагоды поставлю. Ну, я Сальвадор и Сан-Пауло обращу. И они будут влиять на всех вокруг. Ну, плюс это деньги мне даст. Так, поехали этого сюда вырубать. Куда он скаутом, интересно, смотался? Этот будет здесь вырубать лес. Блин, вот это, конечно, очень смешно. Вообще, что-то овец тут немерено просто. Я вот смотрю на карте. Какой-то овечий рай. Это тихий рай, яй. Все его города будут в моей религии, естественно. Но ему неоткуда веру брать, чтобы покупать. То есть у него, в отличие от меня, нету такого прироста веры. А, он таракотку строил. Но у него не такая армия, чтобы... Не знаю, зачем тогда. То есть он вряд ли там что-то такое получит, чтобы на меня нападать. Так, ставим пагоды. Блин, а вот этот лес, интересно, в Рио-де-Жанейро пойдет или в Сальвадор? Подолжен в Рио-де-Жанейро, по идее. Так, если я правильно посчитал, то этот должен плюс два дать. У меня в следующем ходе минусы, то есть плюс один счастье должно так и остаться после следующего хода. Посмотрим. Даже плюс два стало. А, ну это мы дорогу соединили. Ага, вот он где. Все прячется от нас. Так. Вот здесь я бы уже на рост поставил. Типа вот так хотя бы. И, в общем-то, рабочего можно сделать. Здесь Мачу-Пикчу. 13 ходов. Так, дальше должно вообще само распространяться. Инженерное дело. Давайте, наверное, вот так откроем. 12-й. Ну, кстати, инженерное дело и так. Чисто для караванов. Можно будет караванчики поделать. И вырубаем тут тоже. Давайте смотреть. Это у нас в Рио-де-Жанейро. Это у нас в Рио-де-Жанейро. Отлично. И уже 12 ходов. Так, в Сальвадоре я бы караванчик следующий сделал. Тоже в Рио-де-Жанейро. Так, тут у нас есть что вырубать. Так. Нет, тут на производство пока. Что-то убрал защиту, почему-то поэтому я проатаковал. А так я хотел постоять. Блин, я его не увидел, куда он убежал. Но явно куда-то вниз. Если еще ходом сюда встану, увижу. Так, 4 счастья уже. Так, это надо расти. Все, во-первых, выкупать вот эти клетки и нарост форталеза. Сан-Пауло растет. А вот это, если я наеду. А, нет. Не, лучше так. И Бразилия растет. Так, ну, в набожность. И, кстати, раз набожность, то нам надо бы храмы открыть. Знаете, что, наверное, рабочего? Так, этот на овечек. Да, тут надо рабочего доделать. Посмотрим, что-то. Потому что надо уже обрабатывать на нарост клетки. Мы сейчас должны уже расти. Ну, сейчас будет куча счастья. Надо расти. Так, а в Сан-Паулу в следующем, наверное, этого. Караван буду строить. Так. И вообще можно еще города ставить, кстати. Места же есть. Блин, храм Зерсу. Он реально атаковать меня собирается? Хм. Интересно. Но пока я, типа, ничего не подозреваю и строю домики. Не, ну, подожди, ну... 22 тысячи против 13 тысяч. Это же нереально. Так, сколько у него городов? 4, 5... У него 6 их. То есть, у него на один город все-таки больше. Все, в столицу буду отправлять. Кхм. Блин, нужно еще поселов. Ну, видимо, в Сальвадоре я... После каравана... Но он не строит армию. То есть, он... Ну, он взял честь с другой стороны, да? Раз он построил... Статую Зевса. Ну, что, будет нападать все-таки когда-нибудь? Может, меткалуков такие... Понаделать немножко. Ну, где-то тут у него скаут стоит. Буду просто телепаться туда-сюда. Да, мне 100% нужен еще посел. И, возможно, даже не один. Потому что тут как минимум два города еще влазит. Два-три. Два-три. Наверное, куда-то сюда я бы ставил. Еще тут можно даже и три города всунуть. По идее. Шестнадцать ходов. Да ладно. Два хода не хватило. Эх, фак. Прикол в том, что вот эта херня строится на джунглях. Вы видите меня в джунгли вообще? Вот и я не вижу. То есть, у меня уникальная моя фигня. Нигде не может быть. Ну, наверное, надо выйти в арбалеты. Или лучше в мастерские сначала. Ну, а, кстати, его пантеон будет переставать работать. У него будет счастье уходить сейчас. А веры у него нету. Халят. Халят. Сват. Халят. Сват. Халят. КОНЕЦ Нормально так железо привалило Так, наверное Сетлера потом После храма Так, армию он не строит Я уже начинаю по еде впереди быть Но у меня есть счастье У меня просто счастья нету Пагода в Сальвадоре Но я планирую все еще туризмом попробовать победить Тут рабочий он начал строить Блин, а может все-таки в гражданскую службу выйти Ну, чтобы фермы работали Давайте, наверное, в гражданскую службу Ну, еще и в писателей А тут надо Вот это построить Оракул бы тоже, конечно, не помешал Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давайте оракул здесь Потому что тут мрамор Типа быстрее будет все-таки Тогда тут пойду сюда лес вырубать Значит, этот А, вон куда он бежит Видите, не зря я тут телепался Значит, этот у нас Ну, тут Если я тут ставлю, то далековато, да? Раз, два, три Наверное, вот сюда пойду Так, тут дорогу сейчас поведу к этому городу Так, а этого Сюда и где-то здесь будем ставить Давайте, наверное, вот так подойдем Храм Блин, Мачу-Пикчи очень крутое чудо в данном случае Оно очень много денег дает Ладно, давайте, наверное, метка лука одного сделаем КОНЕЦ КОНЕЦ О, не мрут в мою религию Обратился Так, наверное, сейчас подойдем Посмотреть Уберем пока спеца вот этого А, даже сюда его можно посадить Смотри Наверное, прямо на Или сюда Или сюда Надо ставить Надо ставить Здесь, может, сюда Тоже надо юнитов поднаделать Тоже надо юнитов поднаделать здравствуйте ведет дорогу к сан пау то есть будет атаковать ясненько понятненько так тогда все-таки здесь поставлю город сварил вырастим и на производство переключу о пошла башни башни у нее не атакует но она увеличивает силу удара по городу а так как там еще и это как ее храм зевса то может быть очень больно 36 так но мне видимо надо все-таки не останавливаться в создании луков у него кстати минус такой господи что у меня минус 4 минус 2 счастья но оракул нужен реально глянем я я не очень помню как эта фигня него работает этом а сирия сити а так она все-таки атакуют блин эта хрень атакует так уж не надо по-другому встать вот так блин арбалеты уже все-таки надо было в арбалеты идти ну ладно время время сдаваться к сожалению чувак поставил себе карту чисто под свои условия как он привык играть и одним мягко говоря одной стратегии и делал тем не менее мы могли тут выиграть мне надо было сейчас просто в арбалеты идти ну не выиграть хотя бы наравне мы бы были да сколько сейчас демография ну здесь отстаем конечно по производству несомненно у нас храм артемиды то есть мы могли бы это все делать арбалеты мы бы апнули спокойно то есть вот отсутствие арбалетов чисто я бы успел выйти в арбалеты давайте сдаваться просто просто сделанный под себя чувак поставил карту натренировался на ней играть и видите всем ее предлагает я особенно это знаете касается вот рек он реки у него есть пантеон на счастье который он берет сразу чтобы расти можно было прямой наводкой в пирамиду ну в моем случае наверное пирамид тоже было бы неплохо поставить и в принципе было все неплохо и мы могли тоже сейчас в арбалетах если я был в арбалетах я бы отбивался от этого всего у меня прическа интересная но тем не менее вот такая партия ошибки какие ошибки ну вот я сразу самая большая ошибка это я сразу не понял что у нас будет мало денег вот это очень большая ошибка и не надо то есть надо было меньше юнитов на самом деле строить достаточно было бы наверное одного скаута просто в принципе и не так упирать на строительство зданий некоторых то есть там амбары бессмысленны были в городах где один житель один житель и на производство стоит амбар там вообще не нужен был например ну вот как-то так меньше то есть мы медленнее вышли в некоторые техи возможные ну а дальше все вы сами видели я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк, комментарий, подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео до следующих видео до следующих видео